Здравствуйте, дорогие друзья! Утро доброе на пятом канале. В студии для вас работают Кирилл и Лариса. На календаре 24 августа, четверг. Сегодня выпуск будет насыщенный и интересный. Ну, впрочем, как и всегда. Лара, скажи, пожалуйста, на что бы ты потратила целый чемодан долларов? Вот сегодня хочется начать выпуск с вот такого вот разговорчика. На что девушка может потратить чемодан долларов? Ни в коем случае не буду тратить. Я просто все это отложу и ничего не буду с этим делать. Ну вот есть поговорка, деньги должны быть в обороте. А вот если они будут лежать в этом чемодане где-то под кроватью или в шкафу, что они тебе пользу принесут? Я не против того, когда деньги лежат. Они действительно должны работать, они должны вкладываться. Но прежде чем они будут работать, я должна понимать, какие сейчас у меня приоритеты по расходам. Только после этого я потрачу. Ну вот давай, ну вот просто представим, мы же имеем право представлять, да, помечтать, может быть. Хорошо, выключай свою рациональную девочку. Вот, да, отключай эту девочку. Отключай рациональную обезьянку. Да, да. Вот тебе сейчас, ты выходишь с программы, тебе дают чемодан долларов, говорят Лара, в работу. Квартиру в Москве. Ага. Вот это сейчас твоя главная цель. Да. Ну супер, давайте тогда все-таки пусть Ларе посчастливится, и она встретит этого самого человека, который даст ей этот чемодан долларов, и она приобретет квартиру в Москве. Кстати, да, с Ларой мы знакомы давно, до моего прихода еще сюда на работу, поэтому я знаю, что у нее это голубая мечта, квартира в Москве. Она хочет приезжать туда отдыхать и отдыхать в своей собственной квартире, поэтому дай бог, дай бог. Ну, а далее, дай бог, зарядка, и дай бог, она пройдет легко и хорошо. Далее зарядка. Доброе утро, дорогие телезрители. Надеюсь, вы все уже проснулись, и вашему вниманию я хочу показать комплекс для ног. Ставим ноги на ширине бедер, стопы ставим параллельно. Наше первое упражнение базовое, ничего удивительного. Опускаемся на два счета вниз, на два счета поднимаемся. Продолжаем и дышим. На вдохе опускаемся вниз, выдох вверх. Стараемся весь упор делать на пятки. Таз толкаем назад и на выдохе вверх. Еще раз вдох и выдох вверх. Еще вниз и вверх. Добавим руки и поднимаемся отсюда. Опускаемся вниз, добавляем руки и поднимаемся вверх. Добавляем проработку верхнего отдела корпуса. Еще раз вдох и выдох вверх. Старайтесь сводить лопатки. Максимально толкаем их к позвоночнику. Макушкой тянемся вверх, а плечи опускаем вниз. И последний повтор. Следующее упражнение. Можете встряхнуть ноги. Мы проработаем выпад базовый. Правой ногой шагаем назад, опускаемся в присед и возвращаемся назад. Это меняем ногу и выдох. Еще раз вдох и выдох. Еще вниз, вверх. Мы чуть-чуть добавим работу корпуса. На вдохе опустились, выдох, скрутились. Вдох и выдох, поднимаемся. Еще вниз, вверх, вниз и поднимаемся. Вдох, выдох, вдох. И последнее упражнение. Мы проработаем широкий присед. Ставим ноги чуть шире, ширины бедер. И разворачиваем носки в стороны. Отсюда также опускаемся до параллели с полом. И на выдохе вверх. На вдохе вниз. И выдох вверх. Стараемся следить за тем, чтобы ваши колени уходили по линии носков в стороны. Выдох вверх. Еще вниз. И вверх. Плющем. И толкаем также таз сильнее назад. Спину ровно. И макушкой тянемся вверх. И выдох вверх. На этом мы закончим. Надеюсь, этот комплекс не показался для вас сложным. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. Желаю всем доброго, хорошего утра. Лара, сегодня отмечается Международный день странной музыки. Вот опять же таки хочется поговорить на эту тему. Сегодня я какой-то следователь, который будет тебя допрашивать. Что для тебя странная музыка? Как ты это понимаешь? Не знаю. Наверное, какая-то, знаешь, не основанная на той логике, которая основана любая музыка. Ну, ответила так и ответила. Ну, вот что для тебя нормальная музыка? Это что, по нотам? Наверное, это гармоничная музыка для меня. А вот негармоничная, это, наверное, и есть странная. Ну, вот рок можно отнести к странной музыке? Думаю, да. Почему? Она какая-то нестандартная, эта музыка. Ну, это для нас. А, значится, для любителей рока, бах, странная музыка, да? Которая не находит в ней там умиротворения своего какого-то уголка. Ну, вот, знаешь, на днях есть за мной грешок. Я сижу в ТикТоке, да? И на днях, то ли шел на работу, то ли что, увидел, как два человека, я не знаю, где это было, город не указан, страна тоже, зашли в ресторан с двумя саксофонами. И у одного в саксофон был вставлен как будто бы дорожный конус. И вот они сыграли музыку. Казалось бы, вроде саксофон, но для меня это странная музыка, потому что странная получилась конструкция. В саксофон засунули еще что-то, и пошел звук. Может быть, пошел уникальный, да, звук? Да, как совсем по-другому заиграл инструмент. Вот для меня это странная музыка. То есть, как она звучит. Получилось это интересно, и для меня это странная музыка, конечно. Интересно, да. Вот так мы сегодня ведем разговор про странную музыку. Но также еще сегодня отмечается что? День жалобы на погоду. День жалобы на погоду. Да. Да. Скажи, пожалуйста, ты жалуешься на погоду? Вот такой спорный хороший вопрос, кстати. Не зря вот, да, говорят там, у природы нет плохой погоды. И жаловаться как бы, ну, нет смысла, да. Но иногда да. Ну, вот правда, вчера у меня был очень такой загруженный день. Я целый день был в движении, на ногах. Кондиционер в машине не успевал вообще, то есть, охладить тебя. И я хочу сказать, что вот такая вот аномальная жара, она прям вымораживает. Прям вот действительно. Но я не жалуюсь. Нет, на погоду не жалуюсь. Я люблю любую погоду. Если это, конечно, не дождь, я не в белой обуви. Я думаю, что здесь нужно просто научиться адаптироваться к любой ситуации, потому что любой человек это может сделать. Да, это не бывает, не всегда бывает это легко. Особенно, когда у людей реально страдает здоровье, знаешь? Ну да. От жары. У многих, да, сердечные проблемы начинаются из-за жары, у многих с давлением. Поэтому, конечно, это все понятно. Поэтому важно и делать определенные вещи, то есть, там, пить воду побольше и так далее. Но, к большому сожалению, да, здесь виновата не природа и не погода, это наши человеческие факторы, поэтому что же жаловаться на погоду, если мы так устроены. Поэтому у природы нет плохой погоды, и жаловаться на нее нет смысла. Нужно любить и себя, и погоду в любом ее проявлении. Ну что, хочется двигаться дальше, а дальше мы решили и подумали, да, подумали и решили, что сегодня в честь Международного дня странной музыки Наша редакция решила провести опрос и узнать, что для горожан значит странная музыка и как они этот праздник понимают в целом. Потому что мы поговорили о своем мнении, что для нас странная музыка, а что считают жители города. Далее опрос. Ну, я думаю, у каждого, наверное, ну, своя музыка в голове должна быть какая-то. То есть каждый индивидуальный? Варень, да, может быть, да. Ну, например, мне нравится такая музыка, другому нравится там флейта, мне, например, спокойная нравится. А кому-то этот джаз, битлз, там, раньше вы как были. Ну, мне кажется, у каждого человека должен быть свой вкус какой-то. Ну, для меня когда слишком громко, вот там, что-то молодежь сейчас слушает, что какая-то странная музыка. Я обычно поп слушаю. Я же не знаю, как сказать. Странная музыка? Нет странной музыки, музыка вся прекрасная, думаю. Странная музыка? Это когда никто не хочет всего слушать. Ну, кроме тебя. Сегодня мы продолжаем наш разговор. У нас очень необычные для нашей студии гости. Если быть точнее, мы сегодня обсуждаем тему группы рок, группы Калинов мост. У нас в гостях основатель группы, один из основателей группы и человек, который непосредственно был в этой группе. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, продолжим наш разговор. Вопросов у нас еще очень много. А мне вот еще интересно, вот такая ваша жизнь, скажем так, образ жизни на гастролях постоянно. Как это складывается на личной жизни? Ну, то есть, есть ли время для этого? Или все-таки вот, условно, мы живем только здесь и там? Ну, по-разному. Наши жены, наверное, они просто, ну, они по-другому, они знали, кто мы. Да, да, да. У меня жена вообще музыкант тоже. И поэтому тут уже другого не бывает. Ну, да. Все к этому готовы. Дети тоже, они уже знают, а родителей нет. Да и ладно. Хотя, конечно же, постоянно отсутствуешь. Вот вы-то вместе с другим. Не всегда. Не всегда. Не всегда. Иногда я один куда-то катаюсь. Так, ну, ничего страшного. Личная жизнь, она все равно есть. В любом случае. Просто больше личной жизни, она как бы смешивается с тем, что надо делать. В студии бывало так, что по полгода ты не живешь в студии. Ну, сейчас проще стало технологии, что-то не обязательно где-то отсутствовать надолго. Да не, нормально с личной жизнью. Не вот жаловаться грех. Ну, а что? Ну, а как? Вот у меня такой вот вопрос, да? Вот вы сейчас заговорили как раз про современные технологии. Насколько сейчас еще остается актуальным вообще работа людей, скажем так, за инструментами? Сейчас, да, вот электронная музыка шагает вперед, что один человек, сидя перед ноутбуком, может написать полноценную из-за барабана, из-за гитару. Это больная тема. Нет, нет. Для меня это больная тема. Я думаю, это не как ошибочное мнение, что сейчас может любой человек. В любом случае, вся музыка делается руками. Головой? Талантом. Головой. Усечивой сердцем. Да, ну, при сердце. При сердце. И в любом случае, даже если что-то ты умеешь делать, ты должен постоянно тренироваться, тренироваться, тренироваться. Ну, все, что касается, вот я про себя могу сказать. Это постоянный тренинг, постоянная работа головы. Желательно, чтобы еще память все это делала. То есть, просто так. Не, я согласен, о чем вы говорите. Сейчас много, ты такой сел, за компьютером сложил кубики. О, вроде музыка играет. Ну, эта музыка, она для чего? На искусстве. Не, можно писать музыку для какой-то фоновых вещей, да, там, допустим, тебе нужно, там, подложить музыку под видео, что-то. Ну, это чисто. А с точки зрения музыка, музыка, чтобы ты ее написал, еще кому-то ее показал, хватило у тебя наглости показать. И еще, я так скажу, о, это хорошо. Ну, чтобы без этих, без лицемерия, так сказать, критично. Это тяжело. Но музыка, она все равно вкладывается. Это эмоция, это твой талант, твоя работоспособность, твои пальцы, ну, в общем, вся твоя жизнь там. Вот у нас мировоззрение, вроде как, к жизни совершенно другое, да? Не зря же говорят, ну, вот, артисты какие-то больные. Мы как-то смотрим на все вещи, да, по другим углам. Ну, потому что нам надо как-то себя держать в тонусе, фантазию свою. Вот музыканты, какой у них взгляд на мир? Отличается ли он от обычного человека? Вот от обычного инженера? Ну, должен, потому что мы... У нас у всех розыгрышки одеты. То есть мы ищем прекрасное в каждом проявлении жизни. Ну, и еще же у нас этот, как мы, мы же передвигались все-таки побольше, допустим. Да. Люди, если стационарно живут, у них все равно складывается определенное окружение, и привычный мир выстраивается именно исходя из того, что видят. А мы так, ну, повидали, как бы все равно представление. Очень важно общение. Общение и со сценой общения, и просто в жизни общение. Ну да, не зря, если ты ходишь там с работы домой, деградировать начинаешь. Вот, Алексей, вы проживали в очень многих городах. Ну, было дело, да. Есть ли какая-то разница между одним городом, другим, одной страной и другой, вот именно в этой сфере? Везде люди, везде живут люди, и везде можно найти единомышленников. Находишься вокруг общения в любой точке, вот, поэтому, ну, здесь ничего особенного нет. Главное, мне всегда нужно в жизни было общение. А вот как вы выстраиваете коммуникацию? Наверняка у вас уже плохо. Это химия уже. Я не понимаю, как оно происходит. Ну, ты видишь, что человек твой, вот оно вот чувствуется, и это связывает. Ну, все равно, это род деятельности располагает к тому, что больше людей все равно, у инженера меньше возможностей. Да, и я же сказал, что, допустим, у нас круг общения, это только, допустим, творческие люди, музыканты. Ну, разные, конечно. Абсолютно разных профессий, то есть мы можем не совпадать, но вот есть что-то у нас общее. Ну, а знакомство происходило все равно от музыки. Да, в любом случае знакомство все равно. Как триггер, ты приезжаешь, с кем-то знакомишься, с кем-то ты, ну, просто познакомился и сказал, ага, здрасте, здрасте, все хорошее, а с кем-то вообще остается на всю жизнь. Вот у меня такой вопрос. В творческой профессии нам важно всегда иметь энергию, да, и вдохновение. Но иногда бывают трудности какие-то внутренние, я имею в виду, какие-то конфликты, возможно, какие-то трудности в чем-то. И вот вопрос, как вы это могли решить и оставаться, условно, таким же позитивным, верящим в чудеса, в розовых очках? Саблимируем. Конфликты саблимируем. То есть вот как вы решаете эти проблемы, скажем так? Да как-то. Ну, нет, все опять же творчеством решается. Хорошо играешь, плохо играешь. Да, да, да. По-моему, что... Спасать. В любом случае занимаешься. Видите какая-то со стороны критика от кого-нибудь, например? В последнее время, я вам скажу, критика стала такая странная, какая-то конформистская. Ну, вообще, короче, все люди не хотят обидеть, да, или что. Вот когда мы начинали играть, я вот сейчас вернусь в прошлое. Вот выходят люди на сцену, да, я помню, у нас были фестивали, вот эти все коллективы. Выходят, и что-то не так, то ли вышел, то ли вообще ничего. Иди отсюда, все. Людей до слезы, а кто-то вышел, сразу захватил, все. А сейчас такого нет. Сейчас могут, я замечаю, что какого бы качества не было, выходит, никто не станет тебе впрямую говорить. Ну, как сказать, это воспитание называется, или что? Все стали толеранты. Толеранты, да. Все стали, знаете, меньше говорится. Токсичными. С другой стороны, да, и критика так же идет. За глаза могут где-нибудь там тебе... Вот это и плохо, да. Лучше в глаза сказать. Я согласен, абсолютно согласен на самом-то деле. Поэтому и людей иногда в заблуждение вводят, да, вот он занимается чем-то творчеством, начиная с мамы, начинает говорить, ой, сынок, какой ты классный. Он такой поверил, заходит там, товарищи тоже обидеть не хотят, либо у тебя кулаки большие там. Тоже. Потом ты такой вышел на сцену, ну, люди такие вот приходят, билет купил, да, человек, он сейчас такой, люди купили билеты, ну, не станешь же себя думать, что дураки купил на это, на вот это вот не очень хорошее зрелище, не признается себе живым. А если еще и билет дорогой, то вообще будет хвалить. Потому что, что... И вот это как-то... Не, ну, объективность все равно, объективность есть. Сейчас у нас объективность какая? Вот ты что-то исполнил, выложил в интернете, и там понятно. Слушают тебя, не слушают. Вот в этом смысле. Ну, да, сейчас можно посмотреть этот... Онлайн без лайка. Да, действительно, реальные просмотры, прослушивания. То есть, концерт это действительно одно. Можно, да, как опираться на это дело. Да, что человек купил уже билет, ну, что вечером пропадать, Ну, не станет признаваться, да. А здесь действительно, да, онлайн прослушивание, ты будешь видеть, что действительно. И комментарии, вот что-что комментарии люди... Умеют. Умеют писать, да, они когда у тебя... Подбодрить. Нейм какой-то, фотография твоя. Хорошо написать, да. Там они могут. Виктор и Алексей, я еще хотела у вас спросить. Вот у вас огромный опыт уже за спиной. Есть понимание того, как вообще это все, как этот мир строится с точки зрения этой рок-музыки. Вопрос теперь такой. Что бы вы пожелали молодому поколению, которые тоже так же мечтают, хотят стать... Где-то в подвалах сейчас сидят. Да, вот что бы вы пожелали именно с точки зрения того, что сейчас мир изменился. Мое молодое поколение совсем другое. Оно еще более ленивое, я считаю. Оно более зависимое от социальных сетей, от мнения людей и так далее. Вот что бы вы посоветовали? Ну я вот одного могу сказать, что если это тебе нравится, вот то, чем ты занимаешься, не важно, каком ты сейчас качество там получается, если ты вот хочешь это, ты не должен это бросать. Невзирая ни на что. То есть фанатично этим заниматься, находить способы улучшить свой скилл там, идти прозвучать образование, если вот хочется. Но этим заниматься, невзирая там, родители тебе говорят, иди вот туда. Если ты предашь себя, то, конечно, у тебя это не получится. И второй момент. Вот сейчас вот вы говорите про ленивых. Я просто такие случаи были, не знаю, может, у вас были, у меня знакомые есть. Он уроки гитары преподает. И вот приходит человек молодой, вот ему, допустим, лет 12-13, он, говорит, что-то научился, какое-то вот один произведение, и задает вопрос, а сколько я денег за это буду получать? Ну, вот это постулат. Да, да. И вот этот постулат, он в корне неверен, потому что, ну, а за что тебе деньги давать, как бы в смысле? Деньги же не за это дается. И вообще, если ставить во главу угла, сколько я буду получать, то у тебя это никогда не получится. Это как перевернутый треугольник, все, нет основания. Да, да, основания нет. Ну, осознание, что должно основание, это желание должно быть таким бешеным. А у нас это удержать желание сейчас очень трудно, потому что распыление большое идет. Ну, тут как бы вот мы прошли через то, что мы просто фанатичны. Ну, у нас, может быть, меньше было всяких удовольствий. И спартфонов же не было тогда. Информацию мы искали сами. Информация была, да, но ее нужно было найти. А сейчас информации много, но никто не станет ее искать, потому что ты открываешь телефончик, о, я вот это лайкнул вчера, тебе это пришло. Нейросеть. То есть нейросеть, это да, это интересно. Информация, ты мне как раз открыл эту... Нейросеть, да. Тоже интересная вещь, да, нейросеть. Ну, мы про нее не будем. Я думаю, вот, если человек занимается любимым делом, он уже счастлив. И нужно не останавливаться, нужно постоянно совершенствоваться, вставать на ступеньку выше, расти, учиться всегда. Никогда не поздно учиться. Каждый день что-то новое открывается для тебя, что-то ты как-то, ну, совершенствуешься. Вот, стараться к этому нужно идти. Наверное, вот. Другого нету, по-моему, как оно само же не пройдет. Любой, как... Даже если ты какой-то там гений, да, ну, по какой-то там шкале, там, у тебя сумасшедшие способности, там, к чему-то, если ты не будешь прикладывать усилия, они же сами по себе угаснут. То есть, сколько случаев таких. Если человек сказал себе, все, я гений. Он все это уже деградирующий человек, все. Больше дальше роста не будет. Ловушка. Да, нужно всегда расти. Здесь абсолютно согласен. Любая профессия не будет... Очень ценно это было сегодня. Самокритика еще должна быть развиваться, что ты должен к себе критично относиться и, как бы, ну, не уповать там, что, ой, я вот это сумел, там, мой товарищ этого не умеет. Это не значит, что не найдется миллион таких людей, которые это же умеют лучше себя. И, главное, тут же дело не в сравнении. Лучше-хуже. А насколько ты, да, себе это, ну... В общем, ты сравниваешь сам себя с самим собой, да? Да, сам сам себя с вчерашним. Со своим развитием. Да, вчерашним, конечно. Больше низкий. Спасибо вам большое, Алексей. Спасибо вам большое. Виктор. Огромное спасибо себе за то, что вы к нам пришли. С удовольствием к вам. Да, спасибо большое, потому что у меня всегда, да, когда я видел эти рок-группы, слышал эту музыку, я почему-то себе представлял совершенно других людей, каких-то оторванных от жизни, вообще там... Ну, такие тоже есть. Да, но смотря на вас, я бы никогда и не сказал, что эти люди были в рок-группе. Но мы не ангелы. Ну, нет, так. Да мы тут все не ангелы, поэтому... Ну, у нас всякое было. Если порыться, там можно. Ну, порыться у всех можно, да? У всех есть шкаф, и там висят скелеты. Да, да. Но, в целом, спасибо вам большое за этот разговор. Мне лично было очень интересно. Я с вчерашнего дня ходил в неком таком напряжении, думаю, что я буду задавать, какие буду задавать вопросы. Да, понятно, что я, ну, не слышал, да, что это в одного дня послушать, начитать про группу. Но спасибо большое, да, что вы были, что вы приехали в Караганду, и у вас нашлось время вообще... На родину, как же не приехать? И мало того, что вы приехали на родину, вы еще нашли время для нас, это вообще ценно. Такие гости в нашей студии, это редкость. Спасибо, что пригласили, да. Спасибо большое вам. Спасибо. Сегодня отмечается праздник падающей звезды. Пока звезды совсем не попадали с неба, предлагаю послушать гороскоп. А то мало ли что, далее гороскоп. У Овнов сегодня день подходит для договоров. И неважно с кем, с близкими людьми, случайными знакомыми или деловыми партнерами. Со всеми вы хорошо ладите. Стоит подумать о работе, могут появиться интересные идеи. Отличный день ждет сегодня Тельцов. Насыщенный и интересный. Друзья и другие близкие люди охотно помогают вам. На них можно рассчитывать в любых обстоятельствах. Насыщенный день сегодня звезды сулят близнецам. Многие задачи решаются быстрее, чем обычно. День сулит много интересных встреч и полезных знакомств. Некоторые близнецы обзаведутся очень влиятельными друзьями. Насыщенный день сегодня будет у раков. Провести его спокойно едва удастся. Порой вам помогают друзья, но чаще вам приходится действовать самостоятельно. Подходящий день для обсуждения вопросов, касающихся работы и бизнеса. Не исключено, что именно сегодня вы познакомитесь с людьми, вместе с которыми вскоре начнете какое-то прибыльное дело. Спокойный и приятный день звезды сулят сегодня львам. Лишь вечером может испортиться настроение. Не исключено, что вы начнете нервничать или злиться из-за пустяков. Постарайтесь взять себя в руки. Сегодня у Дев очень острым будет деловое чутье. Благодаря ему вы удачно решите финансовые вопросы. Сможете заключить выгодные сделки или купить вещи, о которых давно мечтали. Заняться чем-то важным сегодня стоит весам. В течение дня могут появиться интересные задачи, над которыми захочется поломать голову. Однако имейте в виду, что не все идеи, которые у вас сегодня появляются, так уж хороши. Хорошо день пройдет сегодня у скорпионов. Вести стоит себя деликатно и ограничиваться непринужденной светской беседой. Занимайтесь любимыми делами. Вспомните о хобби. Беспокойный день сегодня у стрельцов. Особенно трудно придется стрельцам, которым предстоит встречаться с разными людьми, обсуждать какие-то общие дела. Для того, чтобы договориться, потребуется просто нечеловеческое терпение. Меньше беспокоиться сегодня стоит козерогам. Возможно, действительно вас недооценивают, хотя сегодня вряд ли вы кого-то сможете переубедить. К любым делам, за которые беретесь, старайтесь относиться максимально серьезно. Интересным день сегодня обещает быть для водолеев. Сегодня вы встречаете людей, которые во многом похожи на вас. С ними будет очень приятно иметь дело, даже если порой возникают сложные ситуации. Удачные поездки звезды сулят сегодня рыбам. Вы способны очаровать окружающих? Если вам потребуется помощь, вряд ли вам кто сможет отказать. Любые вопросы сегодня решаются быстро. Интуиция подсказывает, как лучше действовать. Явно сегодня вы не тратите время напрасно. Семейные традиции. Как известно, они передаются из поколения в поколение. И у каждой семьи они свои. А если вы молодая семья и хотите своему роду запустить новые традиции, как быть и что делать? Далее в нашей рубрике «Будем здоровы» поговорим про семейные традиции. Традиции формируются в зависимости от интересов, взглядов семьи и того, как проходит совместное время. Это те обычаи, которые передаются с поколениями или вновь приобретаются в собственной семье и чтятся всеми домашними. Это то, что привычно и повторяется каждый Новый год. Они помогают поддерживать позитивный фон настроение семьи, добавляют гармонии в предпраздничной суете равновесия. Любые семейные традиции необходимы для создания эмоциональной близости между членами семьи, укрепления внутрисемейных связей. Они дают необыкновенное ощущение уникальности семьи. Особые переживания сопровождают предвкушение новогоднего праздника и осуществление связанных с ним традиций. Семейные традиции сейчас – тренд, дань моде. И актуальность этого продиктована необходимостью укреплять и сохранять институт семьи. Наличие и уважение семейных традиций позволяет сплотить семью, удовлетворить душевные потребности каждого. Вдохновение в ожидании праздничных ритуалов радует и детей, и взрослых, добавляет добрых и приятных эмоций. А именно они позволяют укреплять внутрисемейные эмоциональные связи. Новый год – это чудесный праздник, в который можно реализовать множество традиций. Соблюдение традиций должно приносить удовольствие и радость всем членам семьи. В противном случае выполнение ритуалов перейдет в разряд ненавистных занятий и будет только отталкивать членов семьи друг от друга. От выполнения традиций должны оставаться только теплые и приятные воспоминания, что будет только поддерживать желание их сохранять. Эти традиции непременно будут делать жизнь семьи насыщеннее и ярче. Как часто вы, накрывая праздничный стол, шумите на малышей? Не верься из-под ногами, не мешай, наряжай елку и без того справимся, не трогай ничего. Или же папа не участвует в таком родо традициях, потому что зачем? И без меня все сделают. Малышу можно доверить отнести салфетки и некоторые фрукты на праздничный стол, а папе донести, что он очень-очень нужен в этом процессе, так как это семейные традиции, а он глава семьи, и без него совершенно невозможно навесить так высоко самый красивый елочный шар. Традиции не пустое развлечение. Если развлечение можно менять сколько угодно раз, то традиции должны чтиться и передаваться из поколения в поколение. Новогодние традиции – это нечто постоянное, но так редко проходящее, что отношения должны быть к нему уважительные и бережные. Подумайте о том, что вы непременно желали передать своим детям. Вспомните, какие традиции придавали вам в детстве сил и которых вы ждали с замиранием в сердце. Это может быть украшение дома и елки в преддверии праздника. А как же без распаковки ярких игрушек, пылящихся где-то далеко целый год. Выбор подарков. Какие долгожданные сладкие подарки с маминой и папиной работы. И забота о красивой, нарядной упаковке. Ведь она тоже добавляет немножко волшебства. Обсуждение меню до новогоднего стола. Будут ли традиционные оливье и селедка под шубой. А еще стоит заранее позаботиться об играх и развлечениях в новогоднюю ночь. Может, здорово будет говорить друг другу комплименты. В новогодний вечер можно смотреть добрые зимние фильмы и мультики и чувствовать аромат мандаринов. Пусть случится волшебство. Маленькое чудо в новогодние праздники в вашей семье. Пусть они наполнят ваш дом уютом и благополучием. А семейные традиции, так необходимые каждому из нас, станут крепче. Ларис, раскрою телезрителям секрет. Может быть, ты не сильно любишь выставлять свою жизнь на всеобщее обострение, но обострение. Лариса не так давно завела себе питомца. Нет, я завидовать не буду. Я уже все сделал. Вот. Бенгальскую кошку. Маленького котенка. Вот давай поговорим, да? Как вы уже понимаете, дорогие телезрители, далее у нас милые и смешные. И вот хочется немножечко поговорить как раз-таки про милых и смешных. Потому что у Ларисы сейчас этот маленький комок счастья должен быть милый и смешной. Этот маленький комок счастья, который был 9 августа у нас в гостях. Да. И мне его подарили. Я приняла его. И так, рассказывай, рассказывай. Вот он здесь, в студии шороху навел, конечно. Юджин. Вы можете в ютубе посмотреть выпуск за 9 августа и увидеть этого самого Юджина, который здесь навел шороху. Хорошо. Теперь он у тебя дома живет. Рассказывай. Я знаю, что такое бенгальская кошка. Я знаю, что такое котенок. Это любой провод, торчащий из откуда вы-нибудь. Все. До свидания. Да. Но из-за того, что у меня есть опыт с тремя детьми, то мне с котенком вообще легко. Он сейчас спит пока с нами. Потому что у нас трое, три, как сказать, три питомца. Три комнаты. И все в разных комнатах, чтобы никто ни у кого пока не убил. Потому что еще идет момент знакомства. Но честно тебе скажу, моя кошка, которая была изначально, она пока еще не принимает его. Уже прошло три дня. Вот я не знаю, сколько должна быть адаптация. Как думаешь? Знакомство. Ну, тут у всех по-разному. Девочка, он мальчик, а она еще уже побольше. Ну, видишь, он мальчик, она девочка, он котенок, она взрослая. И как говорила Светлана, гостья нашей программы, что у любого животного просыпается вот этот вот инстинкт родителя. Если это девушка, да, ну девочка, да, кошка, у него даже молоко может появиться. А если это мальчик, то у него проснутся отцовские чувства. Ну, будем надеяться, что твоя кошка примет пацана. Да, ты знаешь, я прям ночью вчера, знаешь, я что заметила? Я иногда по ночам работаю. И как только я начинаю что-то делать, он начинает носиться. А ребенок при этом спит. Но как только я ложусь на кровать, то есть успокаиваюсь, он тоже понимает, что ну надо спать. Вот в этом плане классно. То есть он повторяет за мной, по сути. В целом, да. Но есть одно но у бенгальской кошки. Все-таки так, как она относится к семейству охотничек, диких, да, таких кошек, у них как раз-таки самая активность начинается рано, утром и поздно вечером, когда дикая кошка, в принципе, выходит на охоту. Поэтому будь готова к тому, что в пять утра тык-дык будет везде, даже по стенам. Поэтому готовься. Ну и по вечеру. Готовались. Вот. А так, ну что, я не завидую ни в коем случае, я искренне рад, потому что... Я по-хорошему, да. Бенгальская кошка – это действительно огромнейшее украшение квартиры. Ну, а у меня уже все мосты наведены, поэтому далее милые смешные. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Дорогие зрители, нам стоит только напомнить что мы есть в Instagram что мы есть на YouTube поэтому за нами можно следить абсолютно везде как лично за нами, так и за нашим каналом Спасибо, что были с нами Я прощаюсь, Лариса тоже До свидания Добавил субтитры DimaTorzok Так, ну что с гостями это все замечательно но вот День странной музыки Ну вот, кстати, День странной музыки как раз наши гости Да, вот так все совпало очень классно И... День странной музыки День странной музыки День странной музыки